Вот так стабилизатор выглядит в разобранном виде. По всем осям он стянут липучками и достаточно жестко зафиксирован. Осень не болтается. Вот так выглядит руль стабилизатора. К нему прикручиваются три ручки. Они все одинаковые между собой, одинаковая резьба, крепление. Нет ни левой, ни правой, ни верхней, потому не путаешься, когда все это дело собираешь. С обратной стороны нарезана резьба 3,8 дюйма и вкручен переходничок под 1,4 дюйма. На них можно закрепить, допустим, монитор, какой-то блок с аккумуляторами. Ну, в общем, все, что вам понадобится. Можно даже установить на штатив при желании. Ручки накручиваются достаточно быстро. И, в принципе, вся сборка занимает не более 5 минут, если вы уже знаете, как это делать. Если не знаете, 10 минут. Сам руль на стадикам крепится всем известным креплением ласточкин хвост. Он также напоминает немного штативную площадку. Одним из бесценных элементов является этот джойстик. Он крепится вот здесь, на руль. И благодаря струбцине его можно направить в любую сторону, под любую размер руки. Также есть площадка с шаговой регулировкой для удобной балансировки. Есть также суппорт. Два аккумулятора. Зарядное устройство. И два вида площадок под аккумуляторы. Одна для крепления на руле. А другая для крепления сзади устройства. Ну что ж, давайте его соберем. Для этого мы снимем камеру. Она нам еще пригодится. Собранный стабилизатор. Берем в сторону. И буквально одним движением мы заводим руль в зажим. Центруем его. Прикручиваем в площадку. И устанавливаем камеру. Подключаем аккумулятор. Ну и в принципе стабилизатор уже готов к работе. Но для полноты комплекта все-таки я перед запуском добавлю еще джойстик. Это очень важный элемент комплектации. Джойстик установлен. Давайте попробуем его запустить. Этот звук значит, что в данный момент калибруются все датчики и сенсоры. А этот звук значит, что стадикан уже готов к работе. Сейчас он работает в режиме follow mode. В этом режиме камера отслеживает все движения рулем по панораме и по вертикали. С новым, с небольшим опозданием. За счет этого опоздания достигается плавность старта и плавность остановки камеры. Также за счет этого опоздания компенсируется тряска и движение. Продолжение следует... Продолжение следует...